Привет-привет всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Лена Боас, и сегодня у меня очередной, ну, влог, наверное. Но я сейчас чуть-чуть с вами поболтаю, потом открою большую-большую посылку, которую мне пришла от подписчицы Марии. Всё подробнее расскажу на это попозже. Такая большая посылка, и хотела я снять отдельное видео, но давно не было влогов, поэтому немножко расскажу, что у меня сейчас происходит, потому что у меня не особо сейчас каких-то скруповых событий нет. Вот, и потом откроем посылочку, посмотрим. Там просто всё так чудно упаковано. Она у меня лежит уже два дня, и я хотела потихонечку заглянуть, что же там. Я открыла её, там столько милых разных коробочек, и все с подписями, ну, это просто... Так вот, влогов что-то у меня пока не получается записывать, поскольку у меня сейчас идёт, ну, по типу совместный проект, и одновременно заказ по свадебному альбому. В общем, я делаю свадебный альбом большой, и снимаю каждый разворот. Вот, сначала снимала мастер-класс по переплёту, потом по каждому развороту монетирую, и выкладываю это в группу фотоальбом на заказ, ну, я думаю, вы уже в курсе, знаете. Так вот, много времени это занимает. Съёмка, монтаж опять перекидывает туда-сюда, и, по сути, ну, ничего такого, я просто делаю альбом, больше почти никаких событий. В воскресенье я немножко поскрапила для себя, какие-то эксперименты ставила, покажу вам попозже, что у меня из экспериментов получилось, ну, не особо. Был ещё один как-то вечер на прошлой неделе, я тоже решила переключиться с этого свадебного альбома и сделать осеннюю работу. Даже обтянула обложечку, у меня уже был заготовлен блок, который мы с Ксюшей сшили, когда я была в Саратове у родителей. Когда я была в Саратове у родителей, мы там встречались с Ксюшей Полиновой, надеюсь, я Ксюшу правильно фамилию произношу. Вот. И сидели, скрапили, она меня учила сшить обычные сшивные блоки, у неё там свои лайфхаки, свои инструменты она мне показывала. Вот я прям легко сшила блок, и у меня остался он, и вот хотела сделать осеннюю работу. Но я также обтянула только обложку, стала собирать материалы, у меня и вырубка осенняя была много, у меня были цветочки много от примок осенней коллекции, и что-то прям не сложилось. Сразу я опять убрала это всё в коробку, и у меня уже куча таких начатых работ, но это, наверное, такая осень, я что-то делаю, начинаю делать, у меня есть что-то в голове прикольное, а по факту руки это прикольное не делают, поэтому очень печально. Не смотрите, что там бардак. Кстати, вот я сейчас в спальне скраплю, да, у меня тут только наша кровать, и вот мое рабочее место, а подоконник у меня полностью, ну, вам, наверное, плохо видно, используется под вырубку. У меня там и карт-сток весь стоит, и машинка для вырубки, пластины, все-все ножи, и когда в момент какого-то рабочего процесса я там вырубаю, у меня, конечно, там бардак, или у меня сейчас много заказов на вырубку, и вот тоже периодически я как-то на выходных рублю, поэтому там много бумаг, и мой авокадо стоит. Ну-ка, сейчас будет мне свет? Нет? Ты будешь переводиться? У-у-у, не хочет. Вот так. Вот. Ну, вам, в общем, было немножко видно. Так вот, а сегодня, вот видите, у меня тут фото-зона. Сегодня я фотографировала вот этот альбомчик, и, наверное, кстати, я сегодня же выложу в видео это, надеюсь, что сегодня в среду. Сегодня вторник. Нет, сегодня вторник. Во вторник выложат видео. Сегодня я запустила лотерейку на этот альбомчик. Сейчас покажу подробнее. Как у меня сейчас в последнее время выглядит моя фото-зона. Раньше как-то я на столе все это фотографировала, но теперь стол стоит в тени. Ну, получается, свет от... Не смотрите на бардак. Свет от окна загораживается, но и даже осветительный прибор не помогает. Поэтому я на кровати вот кладу большой фотофон, раскладываю декор, антураж и фотографирую работы. Ну, естественно, это мало. Будет большая тень. Видите, большая тень отработает. Поэтому у меня здесь вот круговая моя лампа, и я уже делаю подсветку. Сейчас включу, получается, покажу. Ну, вот где-то так. И обычно вот таким манером через лампу я навожу свет, регулирую. Так вот, запустила лотерею. Лежит у меня этот фотоальбомчик. Он мне очень нравится, но у меня, к сожалению, нет фотографий под него своих. Это еще по совместному проекту я делала с полки вон. Самый первый мастер-класс. И он, кстати, есть в закрытой группе. Он оформленный. Я считаю, вот так, плотником практически оформленный. Хорошо как раз фотографии есть, где вместо вставить. И на каждой страничке есть что-то из декора. Даже кое-где более-менее объемный такой декор. Вот. Что-то 33 здесь странички именно. То есть на страничке можно и большие снимки помещать, а можно и маленьких несколько. Ну и самая фишка здесь обложки, что на магнитике закрывается дверка, и там внутри лежит шоколадка. Аленка, кстати, ну она лежит-то у меня уже месяца 4. Надо проверить срок годности, какой у нее. То пошлю человеку, а там шоколадка уже пропала. Вот. Запустила, значит, лотерею. Там 21 билетик по 150 рублей, если вам интересно выиграть. Кстати, там разыгрываю за эти же билетики альбом и набор вырубки. Вот. Поэтому заходите, сбегайте, оплативайте билетики. И разыграем альбомчик по России бесплатно. То есть вы покупаете только билетик за 150 рублей. И если вам повезет, вы выиграете либо альбом, либо вырубку, вам совершенно бесплатно по России все это поедет. Так. Дальше что я вам покажу? Покажу, какое мое рабочее место. Вот видите, у меня коробка с посылкой здесь лежит. И как-то в последнее время у меня вот этот большой проект, и он у меня не помещается на столе. То есть я вечером это все складываю на стол, а днем, когда сажусь на работу, за работу, да, я это все кладу на кровать обратно. И уже на кровати мне как-то так удобней. Я тут раскладываю, тут у меня карт-сток, тут у меня бумага, тут высечки, что-то такое. И всегда под рукой. Вот. Собственно, вот мой экспериментальный один из альбомчиков. Сейчас, наверное, разгребу здесь, переведу камеру повыше. Как разгребала, нашла. Тут вчера же ходила я в Леонардо. Поздравьте меня, случилось очень радостное событие. Меня открыли совсем рядом Леонардо. Кто не знает, я живу в Подмосковье, но очень ближнем, да, в Подмосковье. Город у нас Одинцово. И он прям прямиком примыкает к Москве. Мне в Москву, в принципе, близко ездить. Но у нас не было в самом Одинцово, Леонардо. И, то есть, приходилось все же ездить в Москву. К нему, это, знаете, на электричку садиться. По времени-то к часу, но с пересадками, электричками, метро не так удобно. Вот. А тут такое радостное событие открыли Леонардо. Совсем недалеко от меня. То есть, в пешей доступности, наверное, минут 15 идти пешочком. И вот вчера я забрала Севу с садика, и мы пошли. У меня закончились нитки для этого свадебного альбома. Вот такие вот, я не знаю, какой это цвет, пыльно-розовый, либо я не знаю, как назвать его. Что? Закончились они у меня, и я почему решила с Севой пойти? Потому что хотела давно купить ему какой-нибудь пазл хороший. У нас были несколько таких детских, но я хотела уже побольше взять. И мы выбрали, кстати, там, мне очень понравилось. Я не ожидала, что будет такое крутое качество. Пазлы какие-то польские. На 100 деталей. Они, во-первых, крупноватые как раз для ребенка. Там у меня 4 года Севе собирать. И они плотные, и на ощупь такие, знаете, не просто их там сдираются. Знаете, как обычно у них сдираются с каждой стороной. В общем, мне очень понравились пазлы. Теперь еще будем брать Леонардо. Вот. И что? Набрала в основном вот нитки красные. Смотрите, это Сева взял. Просто мы подошли выбирать нитки. Я выбрала вот эти. Взяла еще серые поплотнее. Кстати, вот, я заметила вот, как, не знаю, что это значит. Значит, 20С на 2, но обычные я беру 40С на 2. А вот которые потолще, вот эти вот я пользуюсь, чтобы на крафте хорошо было видно. Или вообще, в принципе, на обложке. Это 20С. Теперь я всегда такие буду брать. Да, такие они потолще. И даже у меня, кстати, вот, кажется, вот эти потолще. Ну-ка, вот как эти. Может быть, визуально кажется. Вот. А здесь вот, видите, на 3. Вот, наверное, на тройку даже надо брать. Потому что вот как они, как эти. Вот. И что? Выбирала нитки, какие мне нужны. Ну, Сева, возьми, мам, красные. Я говорю, Сева, ну, у меня есть красные дома. Причем нескольких оттенков. Не надо мне. Проходит минут, мам, ну, красные-то возьмем. Ну, надо взять красные. Ну, короче, я сдалась. Решила взять красные тоже потолще, которые. Пусть у меня они тоже будут красные. И взяла карт-сток для вырубки. Что-то вот оранжевые цвета у меня есть. А вот какого-то красно-красно-такого, знаете, осеннего цвета листьев. Нет, ну, не скажу, что это он. Тут есть бургундское вино. Ну, может быть, подойдет. Несколько мятных взяла, пару штук. И один такой светло-зеленый. Все, это все мои были покупки в Леонардо. В основном это нитки. Так, и сейчас вам покажу, что же я там химичила. В общем, пришла же мне посылка дизайнерская от Скропопотамии. И там был в комплекте, оказывается, это дискеты. Мне девочки написали. Я почему-то в обзоре называла это фотоаппаратиком. И я бы даже не догадалась, что это дискеты. Это, видимо, эти, видимо, этот, я не знаю, как назвать, предмет нашей жизни. Я совсем еще из моего мозга. Я совершенно не помню про них. Что это дискеты. Да, видимо, это действительно дискеты похожи. Но, в принципе, вот этот объектив меня смутил, что он такой крупненький. Напишите, как вы думаете, что это. Так вот, мне показалось, что он такой красивый. Он будет круто смотреться на каком-то белом фоне миника просто. Белый кужзам, а не хотелось мне истратить на минику. У меня там еще метап много осталось. Я думала, оставлю для заказов. И решила я тут, знаете, я весь вечер с этим возилась. Сначала я, это переплетный картон, да. Я его сначала загрунтовала белым несколько слоев. Потом я вгрунтовала в него бязь. Получился такой холст своеобразный. Не знаю, как вам уже там видно. Вот эту вот часть сделала, вгрунтовала. Сердечко какой-то в этой штуке. Потом я нанесла текстурную пасту. Обработала все подушечками. Вот это, кстати, тоже подушечки. Мне не понравилось. Я опять акрилом все закрашивала. С обратной стороны не работала подушечками. Ну, в общем, откровенно говоря, фигня получилась. Такая прям стыдная фигня. Но я вам просто показываю, что... Бывают случаи, когда есть в голове какая-то идея. Что ты думаешь, круто будет. Садишься и вроде все делаешь, как и задумывала. Там нет такого, что ты ошибся в чем-то в технологии. Либо накосячил что-то, неправильно отрезал, да. Не было такого. Ну, просто реально в голове думала, что будет круто. Сделала, а получилось совсем-совсем не круто. Но я все же доделала этот миник. Вот этот наборчик бумаги, кстати, нашла у меня. Это, по-моему, от арт-узора. Я на 15 на 15 и вот разбавила ее листиками. Кстати, здесь, видите, большие уже дырочки. Это не Кроподайл, а мой новый вот этот вот панчборд. Это от Вэм Региперс. Я очень им довольна. Прям мега. Потому что отверстия намного больше, чем у Кроподайл. Они легко теперь передвигаются. Здесь по колечкам, да. Ну, это просто кайф. Конечно, он не берет слишком большие толщины. По одному листочку приходится пробивать. Но ты выставил один раз и сидишь монотонно. Просто нажимаешь, подставляешь, нажимаешь, подставляешь, нажимаешь. И это очень быстро происходит. Я прям дико довольна, что купила этот панчборд. И вот то, что у меня вот это на 6 отверстий от рукоделия лежит. Он без дела у меня лежит. А этот, конечно, очень круто. То, что можно самим выставлять в любое расстояние. Вот. Не знаю, для чего лежит. Может быть, не знаю, кому-нибудь отдам. Отдам маме в школу на ярмарку. Куда-то туда. Ну, пусть будет. Видите, у всех бывают косяки. Так. Ну, и посылочка от Маши. Фамилия у нее Олег Первая. Опять же, извиняюсь, если неправильно произнесла фамилию. Маша вообще у меня постоянный, мне кажется, подписчик. Она у меня и на курсах. Она у меня участвовала в обменах. Периодически что-то она мне присылает, пишет что-то такое, да. И вот пришло у меня от нее посылище просто огромное. Когда Маша сказала, что отправила мне посылку, я думаю, ну, там обычная посылка, да. Но я смотрю, в отправлении было почти 3 килограмма. Там 2 800 что ли. Это очень, реально очень тяжелое. Я ее уже открыла, как и сказала, но ничего почти не распаковывала. Почти почему? Потому что мы забрали посылку эту с Севой. И он опять требовал с меня что-то, что пришло ему в посылке. Мы ее открыли чуть-чуть. И здесь, конечно, было для сыночка. Маша, отдельное спасибо тебе. Но Сева не смог удержаться. Мы открыли. Смотрите, какой конвертик крутой, да, из краб-бумаги. Я обожаю этот листочек, обожаю эту коллекцию Тимут. Я прям сохраню этот конвертик. Не знаю, куда-нибудь, может, применю, а может, просто будет меня радовать. Так вот, там было 2 целых больших шоколадки. И еще 2 книжечки небольшие с наклейками, которые Сева тоже обожает. Маше отдельное спасибо за такое внимание мою сумочку. Он просто в восторге всегда, когда мне в посылках что-то приходит. Что ему там что-то прислали. Это, знаете, наверное, сродни, когда под елкой подходишь подарок. Наверное, что-то в этом стиле. Вообще, сверху тут лежало письмо для тебя. Я уже прочитала. Здесь Маша рассказывает про себя. И, оказывается, она скрапит уже 8 лет. Представляете? У меня стаж скрапа, ну, около 4 лет. Вот Севе сейчас 4. А начала я скрапить, когда ему было полгодика. Здесь, кстати, еще магнит эксклюзивный из Карелии. Посылочка пришла из Карелии. Спасибо большое тоже за магнитики, девочки, когда присылаете. Я прям смотрю на холодильник и сразу вспоминаю вас, когда вижу магнитики. Так, так вот, Маша скрапит давно. И застала еще какие-то такие времена, когда не было особенно скраповых магазинов в России. И она заказывала из Финляндии, по-моему, она писала. Да, я посмотрела из Финляндии. Ну, так очень интересно. Она пишет, что было с этим трудно. А сейчас уже очень много магазинов. И похвалила мой канал. Мне очень приятно Маша. Что такие, ну, мастодонты скрапы смотрят меня. Такого не совсем опытного. Маша, кстати, написала, что работает почти во всех стилях, кроме микс-медиа. Потому что она училась в художественном... Потому что у нее художественное образование. И красками она еще в университете набаловалась, так сказать. Спасибо, Маша, за такое теплое письмо. Кстати, все письма от девочек я храню в специальной коробочке. Я, честно, даже не знаю, за что хвататься. Я ничего из этого еще не вскрывала. Я только почитала упаковочки. Здесь очень разные... А, знаете что? Маша там еще писала в письме, что она приложила мне журнал для скрапбукинга. О том, что она смотрит мой канал. А раньше было очень мало. Когда она начинала скрапить. Ну, Ютуба, наверное, еще такого особо не было. 8 лет назад-то. Тем более по скрапбукингу. И она приложила мне 2 альбома для скрапбукинга. Там, 2015-го года. Я их вот посмотрела только. Но про них, наверное, давайте попозже я расскажу. Тут, по-моему, 2015-го и 2016-го года. Или 2014-го и 2015-го года. Журналы. Я сказала альбомы, а журналы. Я первый раз в жизни держу журнал для скрапбукинга. Это очень интересно. Потом поделюсь с вами впечатлениями. Прям интересный такой опыт. Так, давайте я, наверное, по чуть-чуть буду доставать отсюда. И будем открывать. Очень интересно. У меня тоже как будто Новый год уже начался. Первые пакетики. Маша также написала, что она прям очень сгоняется по упаковке. Я ее похвалила. Говорю, тут я так все упаковала. Она говорит, да, мне очень нравится им процесс упаковки. И то, что иногда ее больше привлекает даже, чем скрап. Это очень интересно. Смотрите, здесь помимо записочки, эти мелочи всегда нужны, но всегда их не хватает. Очень интересно, что там. И тут из кожзама вот такие скрепочки. Блин, Маша, я их обязательно сохраню и буду применять в своих работах. Спасибо большое. Так, давайте открывать. Здесь уголочки. Как круто. У меня сейчас закончились упаковки. Вот уж действительно их всегда не хватает. Закончились уголочки. Я вот заказала их на Алиэкспресс. Как-то неожиданно они у меня закончились. Кстати, вот как раз крафтовые. Белых еще пару листиков есть, а крафтовые закончились. И прям ты меня выручила. Сейчас вот в свадебный альбом пойду. Ну, точно, блин, спасибо. И вот такие вот прозрачные. Их я тоже применяю. Но их больше, наверное, в таких в американском стиле работах. А уж такие шеби нежные. Хочется какие-то белые или вот крафтовые такие бумажные уголочки. Спасибо огромное. Так, здесь еще. О, какие прелестные вот эти вот подвесочки, да. Я как-то редко их применяю в работах. Но вот такие я еще не видела. Они из как будто замша что ли, такой плотный. Я не знаю, как сказать. Ну, очень красиво. И мне нравится, что они такие маленькие и не огромные, а такие акцентные, да. Можно их даже куда-то просто в композицию внутри альбома делать. Они мягкие. Вот здесь еще вот цвет красивый такой. Серо-зеленый. Черная такая объемная. Куда-то на блокнотики можно пустить. Красный красивый. Пыльно-розовый. Серый. Синий, да. Да. И обычные здесь кисточки. Такие у меня тоже есть. Но надо посмотреть по цветам, что у меня есть. Я как-то вот именно такие редко применяю. Но надо все-таки взять как-то и пустить их всех в работу. Смотрите, какой интересный конвертик, кармашек. Вот такие цвета здесь. Так, дальше что-то здесь. Какие-то подложки под анкер акриловый. Вот это да. А вот такого я точно не видела. Я подумала, какие-то пагетки. Не знаю уж, как вам там видно. Но это да. Есть такие под обычные анкеры. Да. Из пивного картона. А под акриловый, кстати. Ну, приходилось мне из пивного картона делать. И какую-нибудь цветную подложечку круглую закрывать в тон основания странички. Ну, вот это прям вообще бумажные облака. Производитель, кому интересно, посмотрите. Здорово машет. Вообще уникальная вещь. У меня, кстати, есть акриловые. Так, здесь еще есть все магнитные кнопочки разных размеров и цветов. И золото, и серебро. И диаметр здесь, наверное, сантиметр. И один, и два. Что-то такое. Нет, наверное, побольше, поменьше. Спасибо большое. И это что такое? Кнопочки. Я даже не знаю, что это. Вау, девочки. Это, наверное, с той истории. Это магнитики. Очень крепкие магнитики. На такой подложке. То есть их, наверное, как-то надо вшивать или вклеивать. Слушай, Маша, напиши, пожалуйста, что с ними делать. Потому что они очень крепкие и плоские. Видите? Блин, супер. Напиши обязательно, как ими пользоваться в комментариях. Я думаю, девочкам будет интересно. И где-то их взяла обязательно. Потому что, мне кажется, это просто супер мастхевная вещь. Замена вот таким. Если не получается там что-то протыкать, да? То вот это прям, ну, мне так нравится это делать. Супер. Две такие штуки. Магнитные застежки, да? Наверное, какие-то. Ай, супер. Напиши обязательно, где ты взяла их. Так, что еще здесь? Здесь сделано с любовью, наверное, да? Такой шильдик в золоте. И два братика к нему. Тоже из бумажных облаков. Так, ускоряемся. Ленточки. У-ху-ху. Обожаю ленточки. Палочка для беговки. Вот это, да? Это бархатные ленточки. Тоненькие. И цвета Маша. Синий, конечно, мне кажется, у меня есть. Хотя это такой темноватый. Но вот это... Ой, вот это вот цветокрафт. Я бы даже сказала. Ох, рестая. Просто супер коричневая. Прямо о сене тематика. Блин, я в восторге. Маша, ты прям угадала. Вот эти две прям мне особенно крафтовые нравятся. Палочка для беговки. Серьезно? Это от рукоделия, наверное, да? Здорово. У меня есть моя любимая от Марты Сюарт. Как-то мне, я считаю, ее универсальный такой. Моей любимой. Ну, правда, действительно. У меня есть еще вот этот Рейнджер. Но она мне вообще почему-то не нравится. Она слишком тонкая. И, мне кажется, рвет бумагу. Я ее очень редко пользуюсь. А вот этот рукоделий попробую. Она, наверное, пластиковая, да? Да, материал пластик. Но ее, кстати, можно на мою досточку закрепить. Вот, от Марты Сюарт. Спасибо большое. Ой, запасная будет такая. Дальше. Что здесь написано? Пригодится точно. Еще один красивый вот такой бантик. Записочка. О, чеборник. И вырубки как много. Офигеть. Вырубка здесь фотопленка. Смотрите, как много. Из плотного черного картстока. У меня нет совершенно ни одного ножа с фотопленкой. И прям ты мне впрок, Маша, нарубила. Спасибо большое. И вот такие большие еще элементы фотопленки. И в крафте еще. А также здесь сама фотопленочка. Слушайте, она даже вырезанная внутри. Окошечки. Вот такие. Я не знаю, где это тоже Маша взяла. Это такой пластик. Ну, сказать, не сильно плотный, но и не тоненький. Отличный будет для скраб-работ. В толстом варианте пленочка. И в тоненьком тоже. Всякий гранж работы пойдет. Да и просто в американском стиле, кстати, работы даже детские можно пустить. Здорово. Вот такая фотопленка из чип-борда. Под размер. Фоновый чип. Счастье рядом. Вот такой большой. И здесь нежность. Тоже вот такой красивый. Блин, может быть, сейчас я его в альбом пущу. Вот свадебный. Очень, мне кажется, тематика подходит под это. Такой ветеватый. Какую-то решеточку напоминает кован. Может, спасибо большое. А здесь нежность еще один. Ой, у меня теперь этих скрепочек с бантиками так много. Здорово. Так, кружева. Много-много кружева все. Ага, сороночку беру. И вот такие лепесточки. Я их применяю тоже в композициях. Хорошо смотрятся в цветочных. Здесь в отдельном пакетике тоже какая-то красота. Сейчас темпу мы ее отсюда. Вот. Листики вот такие. Кстати, вот эти вот не блестят. В отличие от тех. Сторовские. Так не потерять ни один. Тоже сейчас в альбом, наверное, пойдут. Вот такие салфеточки. Вот с обратной стороны они меньше блестят. Будет хорошо для работ. Маленькие. И большие. Вот эти вообще не блестят. Красивые. Смотрите. Как будто вот прям вырубные салфетки. Но только это кружева. Здорово. Еще вот такие вот ленточки с розами. Вот эта маленькая. Очень как-то у меня недавно была работа. И я прям так сижу. Блин, у меня была вот такая маленькая ленточка с розочками. Но нет. Ее вот теперь точно будет куда-то так в слои пускать. Из кружева. Вообще отлично стильно смотрятся. Большие розы. Вот с ними мы почему-то не подружились. Как-то не было у меня ни одной работы, куда бы пошла такая роза. Но я видела девочку, что прям они здорово применяют. Надо просто посидеть, голову поломать. И они так работу делают намного интереснее. Уникальный, да? Такой нетипичный материал для скраба, мне кажется. Красиво. Так. Здесь еще... Ой, какое красивое. Тоже цветокрафт. Наверное, сейчас болею покрафтую. Это может быть осень. Ну, вот такие вот висюльки. Очень симпатичные. Первый раз вижу в таком цвете. Не, не шкаф, наверное. Кофе с молоком. Что-то такое. Кружево. Блин, здорово смотрится. И коричневый. Вот в осеннюю, может, работу мою сейчас пойдут. Розочки. Такой красивый коричневый цвет. Еще вот такие висюльки. Маст хэвное кружево. Тут у Маши тоже хорошего качества. Такое набитое. И отдельные элементы. Сейчас его очень много. Ой, смотрите. Ой, здесь несколько штук. Какой красивый цвет. Лососевый, наверное. Такой какой-то. Либо персиковый, наверное. Все-таки ближе к персику. Очень красивый. Блин, очень здорово. Маша, спасибо большое. Сейчас много коллекций, где применяется уже не совсем розовое, а вот именно такой вот персиковый цвет. Там у Скрапнира есть детская коллекция. И прям туда отлично впишется. И черный. Черный у меня, кстати, тоже есть небольшой отрезочек. Так, спасибо большое. Такие... Ой, такое все нужное, действительно полезное. Я не знаю. Партия коробочек из больших коробочек. И это вообще Маша. Еще конверты я понимаю сделать для упаковки, но специально делать коробочки. Да такие аккуратные, красивые. И это прям... Я не знаю, надо что сделать. Памятник тебе поставить. Просто это супер. Я не знаю, столько труда вложено в саму коробочку. Обязательно буду в них что-нибудь хранить. Или, кстати, в работах применить. Потому что вот эта вот такая тоненькая. И прям может куда-то пойти. Немножко нежности еще. Давайте открывать что-то там еще. Нижнюю очную. Тут, кстати, есть какая-то потяжелее. Я думаю, там какие-то металюшки, наверное. А вообще Маша писала, когда я ей писала, да что-то там придумала. Она написала, что тут в посылке есть как и какие-то старые раритетные вещи, так и какие-то новинки. Так, здесь что-то зефирное. А, это, смотрите, пупырки, фигурки. Ой, спасибо большое. Из пластика, как я люблю. Почему-то мне не очень нравится из глины. Такой тяжелый, да, сам задевающийся. А вот пластик, я обожаю вот эти бабочки. У меня есть пару штук. Мне их в подарок присылали. Но я их берегу. Тут еще такая одна в коллекции красивая. Сейчас быстро посмотрим. Вот эти кораблики. Мой любимый наборчик. Кстати, вот это, по-моему, от арт-посвета. Молд. И я где вижу их, обязательно заказываю. Такие беленькие, чистый пластик. Маша, тебе огромное спасибо. Ой, вот этот элемент тоже сейчас пойдет у меня в свадебный альбом. Это я сразу беру. Рамочки. Тоже красивые. Тоже можно в свадебный альбом хотя бы одну пустить. Вот такая вот рамочка. Ого, ты скачешь. Красивая, смотрите. Офигеть. Тоже сюда в свадебный пойдет. Еще ракета. Наверное, соска. Здесь еще осталась бабочка. И на морскую тему. Блин, здорово. Лучший день написано. Маша, спасибо огромное. Обожаю фигурки из глины. Прямо они почти все, все работают. У меня если есть подходящие, то обязательно идут. Вот. И этому уже больше восьми лет. Вот что значит качество. Надеюсь, тебе пригодится. Блин, что там может быть в такой коробочке тяжеленькое? И больше восьми лет. Давайте поиграем. Напишите, остановите видео, кому интересно. Напишите, потом посмотрим, угадали вы или нет. Давайте, я пока открою другие. А эту попозже откроем. Я с таким не работаю, но ты любишь. Надеюсь, такого у тебя нет. Умеет ли человек заинтересовать, да? Вот с чем она не работает, а с тем работаю я. Мне на ум приходит что-то про скелеты и тому подобное. Но вряд ли здесь какой-то скелет. Слушайте, я отрежу, не могу что-то развязывать. Я хочу скорее посмотреть. Это уже маленькая такая коробочка. Это же от Тимохольца. Блин, Маша, спасибо огромное. Я еще хотела их купить. По-моему, я их не заказывала. Их не было в наличии. Мы еще смеялись с Настей Николькиной, что это черепа маленьких гномиков. Они, кажется, такие маленькие. Мне почему-то показалось, что там прям большая такая упаковка, как всегда у Тимхольца. И они вот такие, наверное, сантиметров по пять. Офигеть, Маша, ну как же так? Такая дорогая вещь. Как это открыть? Скорее хочу, хочу пощупать. Блин, ну супер вообще. Вот они тут разные. Скорее открыть и посмотреть их. Блин, блинский, блинский, блинский. Ой, они, кстати, такие, как будто из костей действительно сделаны. Я не знаю, из чего они сделаны. Надо потом, может, почитаю. Надо посмотреть, они разные здесь. Они вообще объемные такие. На фотках будет круто смотреться. Наверное, они все одинаковые. Как мне кажется. Ну а что здесь будет разного? Без челюсти, с челюстью. Ну супер, Маша. Это мега подарок. Ай, как здорово. Такие они хорошенькие. Я буду играть с ними. Мне кажется, Севе, кстати, тоже понравится. Хотя, наверное, это не педагогично. Но он знает, что такое скелет. И иногда даже у меня спрашивают, что это. Вчера, кстати, когда выбирали пазл, там был набор как бы анатомический. Собрать скелет самому. И он вцепился в него. Давай соберем скелет. Не знаю, правильно ли это. Нет. Ребятки, сколько у вас тут штук? Девять. Девять ребят у меня теперь. Здорово, Маша. Спасибо большое. Прямо это... Это все много круто. Я прям в восторге. Так. Немножко металюшек. Следующая коробочка. Так. А если там тяжелые? Я думала, там металюшки. Буду открывать. Нет? Тык-тык-тык. Коробочки, кстати, не мять. Коробочки мне пригодятся. Так. Что здесь? О, металюшечки точно. Тоже в этой штуке. Смотрите, они уже не гремят в купюрке. Так вам покажу. Прям в коробочке. Здесь есть разные элементы. Даже, смотрите, швейная машинка. Нет? Да, это она. Швейная машинка. Она написала. В зимний. Ключки. Я тоже люблю. Фотопоратики. Еще ключик. Много разных птичек. Симпатичные. Иногда в работу прям хочется. Либо вбрунтовать в какой-то планер. Какую-то металюшку. Интересно. А чего-то нет. Здесь прям какие-то все уникальные. У меня, наверное, вот только рыбачок есть. Вот этот вот воздушный шарик, наверное, есть подобный. А остальное все для меня новое. Спасибо большое, Маша. Так. Ну и что? Отгадали, что здесь нет? Я вот вообще не представляю, что там может быть. Чему 8 лет. И надеюсь, мне понравится качество. Ой, смотри, она черепа. Я прям даже боюсь, что там может быть. Это штампик. Какой красивый. Офигеть. Он на деревянной основе со слоником. Производитель есть. Вот этот вот. Нет? Что тут? Нет, вот штампендиос. Видите, как долго они штампят? 2010 год. Это, наверное, торговые марки. Блин, ну здорово. Смотрите, такой слоник. Он резиновый, плотный такой. Ха-ха, отлично. Будешь штамповать, точно радоваться. Просто поработал. И убрал. И ничего с ним не будет. Как и мучаешься иногда там с Алишними или с другими. Блин, здорово. Маша, спасибо за такой действительно раритет. Так, еще партия конвертиков. Видимо, здесь вырубка. Потому что надписи, надеюсь, таких ножей у тебя нет. И здесь уже прикреплены прищепочки маленькими. Я их часто применяю в работах, но сама нигде никогда не покупала. То есть, по-моему, не покупала. У меня какой-то был запас, откуда-то не помню. И вот теперь еще будет буду пользоваться. Люблю их за универсальность. Наверное, тоже наджи тоже. Прищепочки такие объемные для осенних работ. И украсит любую работу. Ну, давайте быстренько вырубку посмотрим. Я прям, наверное, под музыку пролистаю. Хотя не знаю, как тут получится. Надеюсь, таких ножей у меня нет. Нет, Маша, таких ножей у меня нет. Сот вообще нет. Крутой фоновый нож. Здесь вот такая вот решеточка тоже. Такого нет. Квадратная. И французское кружево. Да, это от ЭКП или от Мимикат. Я точно не помню. Я применяла только его прям кусочками. Вот такой целой плашкой редко. Но вот кусочками отлично применяется. Спасибо большое. Прям уникальная вырубка. Я знаю, что не у всех есть этот нож действительно. Люблю их за универсальность. Тоже прищепочку надо сохранить. Ну-ка, что там за универсальность? А нет, здесь не вырубка. Здесь фишечки. Фишки из коллекции от Скраб Мира, от Юникорн. У меня, кстати, еще немножко листочков есть из этой коллекции. Можно будет их туда применить. От Артузора. Декоративные камушки на школьную тему. Вот, кстати, можно будет в этот осенний мой альбомчик на обложку пустить. И вот такие вот просто со сладостями. Блин, недавно было же у кроличьей норы задание про сладость. И вот туда бы прям в тему такие камушки были. Они такие тяжеленькие, увесистые. Спасибо большое. Так, тоже стороночку уберем. Сюда конвертик у меня красивый. Ой, теперь много. Маша, спасибо еще и за конверты. Для осенних работ только что здесь. Ага, тоже вырубка. Давайте я вот так тихоньку покажу. Здесь листочки. Ой, цвета такие красивые. Несколько оттенков оранжевого. Три оттенка. И вот такой вот красный кирпичный. Вот такой вот мне надо было. И крафт, и все такие миленькие, миленькие, миленькие. Ну, теперь точно сделаю вот этот осенний альбом. Такой с большим количеством вырубки. Спасибо большое. Слушайте, еще конвертик на магнитик. Смотрите, как Маша делает конвертик. Я только сейчас заметила. Она, видите, их подгибает в этом месте. Загибает уголочек. И туда прячет магнитики. И здесь, видимо, тоже уголочек загибает. И туда прячет магнитики. Блин, вот это универсальный способ. Не надо ничего лишнего лепить. И такой красивый конверт. Надо попробовать. Так, украсить любую работу. Я уже даже не знаю. Думала, что здесь все вырубка. Но, кажется, нет. Здесь... Ой, а что это? Высечки? Какие шикарные. Это из ацетатных листов. Наверное, да. Мне кажется, я, похоже, видела у фабрики или у кого ацетатный лист с листочком. А это уже вырезанный. Блин, Маша. Тоже в осенние работы пойдут. Но, в принципе, да. И они на золоте любую работу красят. Даже можно в свадебные. А любом разные листочки. Блин, ну сколько же ты мне всего прислала. Мне очень неудобно. Но, с той, с другой стороны, я прям в диком восторге. Столько всего разного. И действительно нужного, универсального. Но черепа это вообще моя любовь. Чего? Неожиданно. Так, а здесь высечки. Так, давайте откроем. Видимо, это что-то с Алиэкспресс по китайски. Я, кстати, заказывала. Мне идут... Ой, я порвала пакет. Мне идут высечки. Там они недешевые, кстати, на Алиэкспресс. Вот я и заказала пару наборчиков. Но такой я не заказывала. Здесь, видимо, такую мужскую какую-то тематику. Как же вам показывать? Они глянцевые. С другой стороны, матовые. Интересные. И достаточно-таки плотные, как калька. А глянцевые, это они, наверное, все-таки наклейками. Ну да, это наклеечки. Все. Глянцевость убирается от верхней слой наклейки. Давайте я быстро пролистаю, какие здесь есть. Надеюсь, вам там видно. Комодики. Разные штучки. Мелкие такие. Прикольно будет в композиции вписывать. У меня же есть, кстати, вот недавно пришел наборчик от Примы. Старый такой картографер. И я думаю, вот эти вот ацетатные высечки туда... На кальке высечки. Идеально подойдут вот эти лампочки просто любой. Блин, Маша, спасибо огромное. 25-й раз. Потому что это все супер. Я говорю, вот все пойдет мне в работу. Я прямо сейчас эти высечки туда и положу. Поэтому теперь точно минику такому мужскому быть. Может быть, к 23 февраля сделаю какой-нибудь совместный проект или мастер-класс. Очень много здесь разных высечек. Машины повторяются. Еще кофе, молка, стол, печатная машинка, шарики. В общем, много всего. Чемоданы. Отлично, блин. Спасибо, Маша, огромное. Они, кстати, на фотку даже будут круто смотреться. Потому что калька. Пошли уже побольше сверточки. И в двух из них, вот в одном и в нижнем, написана очень старая бумага. А здесь еще и ручная работа. Я просто даже не знаю, что там. Ручная бумага... Бумага ручной работает вообще. А сверху, видимо, тканюшки. Пригодится точно. По крайней мере, по мягкости конвертика, так кажется. Так, ой, какой красивый хлопок здесь на мужскую тему. Ну, или просто даже стимпанк-тему. Красивые шестеренки. Я не знаю, чего производство хлопок. Маша, если ты помнишь, где ты покупала его, пиши. Потому что, мне кажется, девочки заинтересуют такие шестеренки. И мальчикам можно в альбомы. Прям вот с белым кожзамом будет очень стильно смотреться, да. И мужчинам, естественно. Тоже какие-то мужские работы. Вот такой красивый хлопок. Мне кажется, этот я где-то видела. Он, кстати, плотный, как лен. Блин, супер. Вообще здорово смотрится. Это что написано? Daily Like. Да, вот видите, я видела, но у меня не было такого. И еще вот такой вот с городом. Тоже красивый, как лен. Плотный. Маша. Ты знаешь, толк в хлопке. Хотя по посылке, я думаю, ты во всем скрапе знаешь толк. Очень круто. Тоже какой-то. Тоже Daily Like. Не знаю, это новые или, наоборот, старые коллекции. Но супер смотрится. И тут замша. Замша такая приятного цвета. Вот она односторонняя, наверное, все-таки. Ой, красивая. Такой ходовой цвет. Пыльно-розовый. Спасибо большое. Так, давайте посмотрим бумагу. Старая бумага ручной работы. Я прямо аж с придыханием это все смотрю. Тоже сам. Никогда не держала в руках бумагу ручной работы. Ого, здесь еще так звукомно. Handmade paper. Прямо написано. 100% cotton. Cotton это же у нас хлопок. Да? Упаковка такая красивая. Да? Вот производитель, кстати, есть. Если вы прочитаете. Финляндия, наверное. Да? Бумага. Давайте смотреть. Ой, какая красота. Она еще с тиснением. Стиснение. Бумага по плотности, наверное, грамм 160. Такая приемная для скрапа. Или это просто верхняя упаковка. Ой, какая красивая. Я думаю, для эко-работы будет вообще отлично. Здесь, мне кажется, прям вкрунтованный или вмешанный в состав бумаги. Вот эти вот вкрапления цветов или растений. Ну, вы видели такое когда-нибудь? Нет? Здесь шаль в руках. А у меня, смотрите, какая уникальная вещь. Ой, здесь какие-то блестки. На новогодние работы. Мне даже будет жалко ее использовать. Хотя, ну, куда она? Видимо, у Маши уже несколько лет лежала. И, как бы, ну, жалко. Бумага-то крутая. Надо куда-то для своих работ применять. Такая вот с тиснением под крокодила. Красивая. Еще с вкраплениями каких-то цветов. Мне очень нравится вот эта вот. Она прям тактильная. Такая мягонькая, приятная. Ну, мягонькая, теплая, что ли. Как сказать, еще тиснение. Ой, вот красиво. Это бархатное какое-то напыление. На ощупь очень круто ощущается. Надо прям сесть и подумать, что сделать такого уникального. Но не на продажу, а для себя. Потому что, ну, эта Маша, ты прям действительно меня удивила. Еще такая черная с тиснением. Вот эта вот потоньше, как калька. Такая она, жамканная немножко. Снежиночка. Это тоже приятная какая-то. Еще черный цвет с тиснением. Вот такой с перламутром. Ой, очень красиво. Это, наверное, альбом просто любоваться. Слушайте, девочки, я вам на скраб завтрак принесу показать. Вот это мало того, что с тиснением листочек, так он еще и как будто сверху вот эти вот чешуйки, да, как назвать. Такие гладенькие, интересный такой тактильный эффект. С обратной стороны тоже интересно. Еще с вкраплением, с рисунком. Блин, как ее здесь много и вся разная. Вот такой интересный. На новогоднюю работу можно пустить. По крайней мере, открытку точно можно сделать. И картонка в основании. Блин, Маша, спасибо большое. Очень круто. Это уникальная вещь. 20 на 20 сантиметров размером. Прям супер. Вот эти вот, которые с вкраплением листочков, можно куда-нибудь в эко-альбомчики пустить. Или в блокнотики. Будет прям из жемчужины альбома. Супер. Я потихоньку тут обрастаю-обрастаю Машину подарками. И еще две упаковочки с бумагой. На одной написано очень старой коллекции бумаги. Прям тоже что-то уникальное. И новинки для вдохновения. Давайте, для интереса, начнем с новинок. А потом посмотрим... Посмотрим старинки, да? Потому что это вообще как изюминка. Так, здесь, наверное, от Минтай. Я уже вижу принты. Мне кажется, это от Минтай бумажка. Ай, все порвала, Лена. Да, вот сверху от Минтай. Байкаролла. Не было у меня этой коллекции. Вырезалки прикольные карточки. Красивые. Здесь с этой стороны тоже красивые карточки. Так она плотненькая. А вот эта вот коллекция мне очень нравится. Но, блин, был бы у меня заказ на нее. Я бы обязательно ее взяла. Цвета прям сочные такие. С обратной стороны. Это Прима. Видимо, новый осенний набор. Новый релиз. Потому что у меня старенький есть. И в году два отличаются принты от старого набора. Вот здесь такой большатый. Ой, вот эти листочки, наверное. Да, да. Маша мне их уже повырезала. Еще прислала. Точно от фабрики Декору. Это калька и ацетатный лис с этими листочками. Блин, супер. У меня теперь их большое количество будет. Не знаю, буду применять как листочки. Но повырезать на кальке особенно это точно. Повырезаю. Теперь у меня будет во многих работах они. Маша прям задарила меня. Так, ну и самое интересное. Ну, не самое, наверное, уже было интересное в коробочке. И была интересная старая бумага ручной работы. Теперь посмотрим, что здесь за старые коллекции. Ого, какая-то на русском языке. Ну-ка. А скрабберис надо же. Я застала немножко скрабберис. Но тогда, когда я начинала скраббить, я просто даже из старых каких-то коллекций листочки брала полистно. А потом он и через год, как я скраббила, он и исчез. Поэтому я почти не знаю от этого производителя. Там что-то подписано? А, это скреплена, наверное, целая коллекция. Давайте я вот так посмотрю. Она как будто с перламутром. Я не знаю, уж вам там отблескивает или нет. Но мне так она отблескивает золотом немножко. Это прям не фольгирование, а именно какое-то такое перламутровое золото. Очень интересная свадебная, видимо, коллекция. Смотрите, много надписей семейных. И мне нравятся и молодожены, и бракосочетания, супружество, счастливые моменты, муж и жена, ты и я. Что-то здорово. Так, бумажка что у нас? Односторонняя. Смотрите, она и с обратной стороны тоже с перламутром. Супер просто. А такая винтажная зеленый цвет. Красивый. Напишите, кто помнит эту коллекцию, кто скрапил из нее. Есть такие. Мне кажется, она потоньше, чем потом скрапберс был. Вот это, наверное, грамм 160 бумага. Вот уж красивый принт такой. Дамаск. Такой для очень классического свадебного альбома. С всяким... С обилием вырубки. Белые, наверное, мне так кажется. Цветочков. И тому подобное. Очень красивая бумажка. Здорово. Так, еще принт вот такой. Так, не все спокойные принты. Не навязчивают эти акценты. Чтобы прям был весь... Все внимание на фотографии свадебные, наверное. Все время не хочется перевернуть. Большой какой здесь набор. Вот такой розовый принт. И вот уж красивый принт. Ну, супер. Уникальная тоже вещь. У меня есть здорово, что есть и надписи к этой коллекции. Прям хорошо будут вписываться. Я не поняла, что здесь вот поставить число. Когда был для... Дата свадьбы, наверное, для этого. Да, вот эта вот большая табличка. Ну, по мне, как-то странный элемент декора. Не знаю, может, раньше это было модно. Но, в принципе, можно было и саму от руки даже напечатать и написать, если не было принтера. А вот занимать под декор такой. На листе варьзане такое большое место. По мне, странно, но интересно. Уникальная прям коллекция с тем, что она такая вот с перламутром. Ой, пошли тоже какие-то коллекции скрамберис. Красивые вот эти вот билетики. И на английском языке, кстати, только сейчас заметила. Разные можно повырезать. Тоже односторонние. Здесь я тоже, наверное, из этой коллекции... А как называется коллекция? Фотоархив, наверное, да? Да, вот у меня вот эти вот вырезалки есть. Они еще встречаются в продаже. А вот таких карточек я не видела. Вот эти мне очень понравились. Как бы шильдики, да? С подписями, рамочкой. Очень много написей, стрелочки. Здорово. Вот этот я периодически себе, как вижу, покупаю. Потому что очень здесь много универсальных вот этих фотоаппаратиков. Они во многие работы идут. Так, это другая какая-то коллекция. Простая геометрия. Надо же. Я его, честно, даже не видела. Я такой коллекции. Здесь лист... Ой, он двусторонний. Смотрите, с обратной стороны. С болтиками, с рисунками... С чертежами различных болтиков. А здесь это бордюры. И их можно также все повырезать. Использовать где-то в слоях мужских работах. Потому что цвета такие универсальные. Два таких листочка. Еще от скрабберез день за днем. Вот эту коллекцию я тоже застала. У меня был какой-то... Вот этот, по-моему, у меня листочек был. Вот когда только-только начинала заниматься скрабом. Не помню, когда я его пустила. Мне кажется, он у меня в другом оттенке почему-то был. Вот этот какой-то поярче. Ну, может быть, мне так кажется. Красивый. Мне кажется, все прям для Project Life отлично. Жалко, я не... Ой, с обратной стороны они тоже двусторонние. Супер прям. В розовом и тут в зеленом оттенке. Ой, супер. Для каких-то небольших дневничков. Не знаю. Мне сейчас меня вдохновляют вот эти вот карточки. Они все, смотрите, интересные, продуманные какие-то. Мне кажется, сейчас периодически производители Филонюш немножко в карточках. Делаю совсем их простыми. Даже фоновыми. А тут прям подумали. Какие-то даты. Здесь так целое расписание надо. Можно расставить точно. Ай, здорово. Еще какие-то вырезалки. Это лето, наверное, коллекция называется. И сама. Также здесь много элементов. Много надписей для страничек. Для скраб-страничек будет отлично, да? Кстати, вот я смотрю все старые листочки. Пишите, у кого какие были. И что вы с ними сделали. Какая коллекция. Здесь тоже от Scrabberries. Букварь. Такой я вообще даже не видела, что у Scrabberries есть такая коллекция. Не то, чтобы покупать школьные страницы. Вот школа. Снова в школу. На русском языке. Но в таком винтажном стиле. Чем-то мне коллекция от графики напоминает. По именно стилю. Или по подаче. Что-то такое. Это я уже не знаю, что это за листочек. Какой он? А, нет. Здесь их два. Вот. Красивый листочек. Мне кажется, похож на цирковую тему. Но, скорее всего, что-то про школьную тему. Но прям супер. Блин, жалко. Вот тоже на кроличьей норе была заданница цирка. И вот этот бубринт тоже подошел. Еще какая-то бумага интересная. С совушками. Это, наверное, из одного набора совушки. Смотрите, разные. Здесь такие забавные. Сердечки. Мне кажется, тоже к этим советам. Нет. Нет. Это уже другой набор. Они односторонние. Сердечки поменьше. Сердечки побольше. Такой листик большой. Действительно, столько уникальных листочков. Так, сейчас я все подвину, чтобы у меня вот это все не падало. Такой он. Для тоже, для скраб-страничек, наверное, мне надо завести отдельную папочку. Для листочков, которые только под скраб-странички пойдут. Потому что иногда сидишь, думаешь, вот сейчас бы сделать скраб-страничку, а не охота перебирать это все. И я так и достала уже готовую. Ой, здесь прямо бложечка набора. Ой, как-то я покупала похожий набор. Тоже с расположением. И вот с глиттером, да? Тоже у меня ушел куда-то. По-моему, я календарь из него сделала. Но это был совершенно другой набор. Как бы и осеннее здесь, мне кажется, темная математика с этими желудями. И цвет такой интересный. Односторонняя бумажка, да? Да, здорово. Столько глиттера. Можно что-то новогоднее сделать, кстати. Маша, ну, удивила, так меня удивила. Это действительно раритеты какие-то. Большинство я даже никогда и в глаза не видела. Вот архив, и то вот эти вот листочки я никогда не видела. Блин, супер, спасибо большое. И последнее, что было на дне посылочки, это как бы кожзамчик, да? На тканевой основе, такой со звездами. Не скажу я лишь, что я люблю на тканевой основе. Он такой еще бархатистый. Но этот супер смотрится. И я не вкладываю в холдеры, а вот, наверное, на крышке альбомов будет вообще отлично. Там не важно, что он на флисовой или не на флисовой основе. Но смотреться будет очень стильно. Спасибо, Маш, большое. Все, закончилась большая-большая Машина посылочка. И, Маш, еще раз тебе огромное спасибо. Уникальные вещи ты мне здесь показала. Разнообразила как-то мой скраб. Дурацкое слово разнообразила, но так и есть. Столько всего интересного, уникального. Я просто в шоке. Ну и самое... И жемчужиной все-таки для меня остаются вот эти ребята. Они вообще супер, блин. Как здорово, что я их не заказывала. И что они все-таки... А то у меня их слишком много, конечно, их некуда. А так, в работах, наверное, скраб-страничку можно какую-нибудь сделать. А так, на фотках можно использовать. И просто меня забавляют эти ребята. Не знаю, как вас, конечно, меня забавляют. Супер. Вообще, пишите про свои старинки. Напишите, что у вас самое-самое старое в коллекции лежит. Я вот сейчас даже не знаю. Ведь я скрабом только чуть больше трех лет занимаюсь. Прям из старого не знаю. Только вот то, что мне девочки присылали. А так, не помню. А вы напишите, сколько занимаетесь скрабом. И что старенького лежит у вас в запасах. Спасибо вам большое за просмотр. Рада, что вы со мной. Побольше времени вам на скраб. И пока-пока. Совсем забыла про журналы. Так и знала, что про них забуду. Журналы 2014-2015 года. Как бы, вот когда я начинала, наверное, скрабом, только даже пораньше они уже выпустились. Тут, конечно, немножко странный скраб. По мне, уже он устарел. Потому что здесь такие открыты. Кстати, здесь есть многие инструменты, которые до сих пор уникальны. Вот даже есть этот уже плоттер. На тот момент был, бразер, да? Или это там сканкат. Но открытки здесь, конечно, такие простенькие все элементы. Немножко, по мне, это к несу разный. Например, вот эта композиция. Вообще очень странная. Мастер-классы, да? Интересно посмотреть. Здесь, кстати, даже где-то была моя машинка для вырубки. Интересно, прям идеально. Точно-точно моя. Которую я купила спустя там два года. После того, как начала заниматься скрабом. Не знаю, в каком из журналов. Некоторые. Тут, наверное, типично американский скраб. Или какой здесь чей-то журнал. Не знаю, производство. Европейское или американское. Но все-таки смотреть сейчас на нас. На российский скраб и зарубежный. Немножко отличается. По мне, у них это больше... Вот мою машинку, видите? У них, мое чисто мнение, у них больше как аппликации, как детский стиль. Я, конечно, понимаю, это все такое утрированное. Но основная масса народу, которая скрабит, да? Что-то вот, наверное, в таком стиле. Или я ошибаюсь. Напишите, пожалуйста. Ну, по мне кажется, что-то вот такое. У нас более как-то это на профессиональный уровень выходит. Потому что в основном девочки все продают куда-то свои работы. Здесь, кстати, есть в журналах скраб-бумага. В подарок, как бы, принты. Она такая же по плотности, как и сами странички. То есть, наверное, 80 грамм, глянцевая. Но принты интересные. Можно, наверное, из них сделать в конвертике. Даже, видите, есть вырезалочки. Ну, такой интересный журнал. И спасибо, Маша, большое. Тоже мне вот теперь есть такой опыт. Я держала журналы для скраб-букинга в руках. А девочки, кто ходит на скраб-завтрак, напишите, принести ли их с собой посмотреть. Супер просто.